Мы продолжаем читать послание Антония Великого из первого тома «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы говорили, читали его слова о грехе. Дальше Антоний Великий говорит и конкретно о падении. Вот 157-е слово. «Возбуждаемая воспоминанием похоть есть корень страстей родственных тьме. Находясь в этом похотном воспоминании, душа не знает о себе, что она есть в дуновение Бога и бросается на грех, не помышляя о крайней беде, в какой будет находиться по смерти. Безумная». Когда Антоний Великий пишет о том, что употребляет здесь слово «похоть», он имеет в виду не только ее как исток блудной страсти, но именно в том смысле, в котором употребляет это слово апостол Иоанн Богослов в первом своем послании, говоря о том, что корень всякого зла есть, похоть плоти, похоть отчез и гордость житейская. Похоть как состояние, в котором чувственные радости, удовольствия, какого бы рода они ни были, моментом воспламеняют человека, то есть человек только вспомнил о чем-то сладостном, о чем-то приятном, приносящем прежде удовольствие, причем неважно, что он находится, скажем, в пустыне или в монастыре, воспоминание это удобно посредством человеческого сознания, в него может входить, и слово это относится не только к людям, живущим в пустыне, но и ко всякому современному христианину в любой момент, в храме, дома, при чтении Священного Писания, во время молитвы, вот это воспоминание, если от него не отнестись с осторожностью к тому, что входит в человека, вот есть такой ряд воспоминаний, для каждого человека он своеобразен, характерен, есть ряд воспоминаний, которые воспоминают человека тотчас же, и вот эта готовность воспламениться, желать, получить то или иное удовольствие, вот сейчас же, забыв обо всем, ринуться, достигать то, что вспомнилось, то, что помечталось, вот эта способность и говорить, что внутри человека есть неуврачованная похоть, сама по себе эта самая похоть и говорит о том, что человек еще очень далек от нормальной жизни в Боге, от нормальных оснований жизни в Боге, а эта способность воспламеняться говорит о том, что есть глубокая пораженность человеческой души, глубочайшая пораженность, которая и не дает ему свободно работать Богу. Если мы читаем в послании апостола Павла Коринфянам о том, что в послании апостола Павла Галатам о том, что где Дух Господень, там свобода, и знаем, что из послания, допустим, к римлянам о том, что люди, искупленные кровью Иисуса Христа, становятся свободны, уже не являются рабами греху, то есть это действительно так, мы тоже в свое время об этом говорили, что это то состояние освобожденности и свободы, с которого Антоний Великий и начинал свой путь к Богу. Он не знает и никогда не знал тех состояний отдаленности от Бога, в которых проживаем мы сейчас, большинство из христиан, потому что мы не сохранили этой освобожденности, полученной нам в Таинстве Крещения, и вкусили грех. И поэтому вот эта способность легкого воспламенения показывает о том, что как раз свободы-то у нас нет, что естество наше, которое восстанавливается в Таинстве Крещения и освобождает нас от рабства греху, что оно вот потеряно, оно не восстановлено, и мы не можем служить Богу так, как бы хотели, так, как намеревались, потому что в нас нет этой свободы служения Богу. Мы по-прежнему как бы проданы греху, пребываем в рабстве от греха, и вот эта способность воспоминяться только от воспоминания, от случайного образа, от мелькнувшей картинки, от сказанного слова, и мы больше ни о чем не можем думать, и забыли вообще о том, что нужно что-то делать, молиться, как-то беречься. Настолько мгновенно, как искра происходит в наше воспоминение, вот когда у человека это есть, это ясно показывает, что он не свободен, и состояние это, конечно, пагубно, и надо все силы приложить на то, чтобы уврачевать эту страсть души глубочайшим, настоящим, подлинным покаянием, потому что только наше покаяние, глубокое, осознанное, настоящее, может, с причащением святых христовых тайн, может нас вернуть к потерянной нами, по своей собственной воле, потерянной нами свободе. Вот, продолжая эту мысль, в 158-м слове Антоний Великий пишет, «Самая большая и нецельная болезнь души и пагуба ее есть Богозабвение и тщеславие, похотение зла есть лишение блага. Благо же наше состоит в том, чтобы охотно делать всякое добро, которое угодно Богу всячески». Это слово продолжает мысль предыдущего слова Антония Великого, о чем мы уже и сказали отчасти, о том, что похоть подразумевается не только как исток блудной страсти, но вообще похотение зла, когда человек просто жаждет того или иного зла. И мне думается, что каждый человек, к сожалению, глубокому, конечно, нашему всеобщему сожалению, каждый человек знает хотя бы отчасти, о чем идет речь. Ну, например, самое распространенное ощущение, которое, хотя человек этого и не знает, является именно похотением. Вот любой христианин с этим сталкивался, когда он слышит, получил информацию о неком беззаконном действии какого-нибудь чиновника, властей, близкого человека, или стал ненарочно свидетелем тайного греха какого-то человека, насколько таким жадным становится человеческое ощущение в том, чтобы рассказать про тайный грех другого человека, объявить о нем хотя бы по секрету кому-нибудь, вытащить эту тайну из своих закоулков души, обнаружить ее, рассказать о тайне другого человека кому-нибудь. есть интересная восточная сказка на эту тему, насколько неудержимым может быть эта жажда поделиться известной тайной или осудить человека, сказать хоть слово в укорении, слово в осуждении про зло другого человека. Это настолько порой невыразимое ощущение, которое иначе как похотью и назовешь. Человек сдержать себя не может, у него руки дрожат, он весь воспламенен, только он не может сдержаться для того, чтобы слово осуждения, слово укорения о ком-либо не сказать, если он стал каким-то образом свидетелем чего-то грешного и плохого, совершаемого другим человеком. И так во всем, то есть у каждого просто свои слабости, свои особенности, свои страсти, и каждого один может равнодушно пройти мимо огромного количества нескромных изображений, но при этом его воспламеняет всякий вид красивой современной сверкающей автотехники. У каждого свои проблемы, но вот само по себе это похотное состояние есть болезнь души, но здесь в этом слове Антоний Великий указывает и на причину, а лучше бы сказать, наверное, на способ уврачевания этого похотения, какой бы степени и какого бы направления это похотение в человеке не было. Самая большая нецельная болезнь души и пагуба есть богозабвение и тщеславие. Конечно, забвение Бога – это особая тема, но будем исходить из того, что большинство среднестатистических современных христиан он все-таки про Бога помнит. Хотя на самом деле, если понаблюдать за собой, то увидим, что в момент воспламенения нас захватывает именно тогда, когда о Боге мы забыли. Даже если мы творим молитву в этот момент или читаем слово, то мы поймаем себя на той мысли, что мы читаем уже не то, что написано. Мысль наша от текста отвлеклась или мысль наша от слова молитвенного ушла в сторону, внимание отскочило, внимание потеряло нить молитвенного слова, внимание мы уклонились на страну далечия, и в этот момент и может случайная картинка, воспоминания, звук, слух плестить нас и воспламенить ту самую страсть, с которой мы больше всего заражены, с которой мы больше всего подвержены. Но мы не будем здесь говорить про Бога забвения, у нас еще будет достаточно поводов об этом поговорить, а обратим внимание на тщеславие. Здесь, быть может, впервые в аскетической традиции Антоний Великий говорит об особом значении тщеславия в духовном устроении человека. Потом мы еще не раз с этим встретимся, и в сущности уже сейчас можно с уверенностью сказать, хотя бы на основании только слов Антония Великого, что действительно корень практически всякой похоти есть тщеславие. И единственный способ таким образом исцелиться от той или иной страсти, болезни души, той или иной степени собственной испорченности, похотливости, вот этой быстроты воспламеняемости своей души, своего естества к тому или иному плотскому удовольствию, к тому или иному греху, корень всего этого есть тщеславие. Именно по этой причине, что особенно ярко сказано, скажем, у Иоанна Лествичника, именно по этой причине человеку чрезвычайно, просто, не знаю, как еще сказать, в величайшей степени необходимы разного рода неприятности, которые его тщеславие подавляют. То есть, именно тщеславие подавляют. Не просто болезнь, не просто, скажем, некая трудность экономическая, скажем, нехватка денег, а именно нехватка денег тогда, когда ты очень хотел показать себя, когда ты очень хотел каким-то образом блеснуть, сверкнуть, каким-то образом, скажем, оказать благодеяние другому человеку, а у тебя нет денег, человек тоскует, переживает, я же не для себя говорить прошу, я же для другого это хочу сделать, для другого человека, но на самом-то деле он и не разумеет, что хочет он сделать по тщеславной мысли это, и то, что у него нет на это ни способности, ни средств, ни сил, благо для него. И вот такие трудности, которые бьют именно по тщеславию, разного рода вот нерализованные амбиции, мечты, уязвленное самолюбие, обиды со стороны других, кризис со стороны начальства, неудовольствия, какие-нибудь злословия, в общем, все то, что бьет по тщеславию человека, вот это есть врачество от Бога. И святые отцы, конечно, ну, на то они и святые отцы, мы еще с такими словами, я уверен, встретимся на страницах добротолюбия. Святые отцы, говорит, умеют говорить об этом более ярко, емко, содержательно, не так многословно, как это сделал я сейчас, но суть остается именно такая, человеку очень необходимо что-то болезненно бьющее по его тщеславию. Только так он может, претерпев это, исцелиться от волнующих его похотей. И именно поэтому часто люди недумевают, почему с ними происходит то или другое, какие-то неприятности на работе, ссоры, мелкие дрязги, от которого они чувствуют именно то, что понимая они ясно свое положение, они и назвали бы уязвленное самолюбие. Но именно это уязвленное самолюбие и есть лучшее средство от исцеления, для исцеления человеческой души. И по-другому, если человек согрешил после крещения и был предан какой-то страсти, по-другому ему ни дух своей души не уврачевать, ни при каких обстоятельствах. И поэтому часто приходится слышать, видеть, наблюдать людей, которые, например, искренне пытаясь, скажем, побороть сребролюбие или блудную страсть или пьянство, но не хотят ни в коем случае терпеть поношение, злословие, оскорбление, других, они искренне пытаются и поститься, и много молиться, и пытаются какие-то иные телесные духовные подвиги нести, и их на какой-то взлет, на какой-то порыв хватает, а потом вдруг совершенно случайное событие, неожиданное приключение, какая-нибудь облик, картинка, фотография, которая застает их в каком-то изнеможении, или унынии, или обиде, или тоске, она их сразу язвляет, сокрушает, низлагает, и они падают туда же, откуда пытались выбраться. Каясь, они снова начинают то же самое и не понимают, что единственный способ исцелиться от той испорченности, того качества болезненности души, который Антоний Великий называет похотью, единственный способ это терпеть поношение, скорби, укоризны, озлоблений, всякие нестроения, которые сокрушают человеческое тщеславие. Это некая та атмосфера, в которой исцеляется человеческая душа. Дальше обрати внимание на 148 слово. Начало греха есть похоть, через которую погибает умная душа. Началом же спасения и царствия небесных бывает для души любовь. Вот Антоний Великий предлагает и второе лекарство для того, чтобы исцелилась душа от некогда совершенных давно или недавно, но после крещения совершенных падений в грех. Это любовь. Конечно, с одной стороны, читая, скажем, Иоанна Лествичника, мы все знаем о том, что любовь есть некая высокая ступень, на которую еще надо взойти, а как же нам на нее взойти, если у нас сейчас-то ничего нету, это же когда эта любовь появится. Но, читая послание апостола Павла, мы видим, что любовь это есть некая постоянная среда, постоянная атмосфера, в которой пребывает душа христианина, ведь каждый христианин пребывает в церкви, дыхание церкви, жизнь церкви, есть дух любви, он привит к виноградной лозе, которая питает всех собой, своими соками, которая питает всех с любовью, мы в конце концов же причащаемся нетленного тела Господа Иисуса Христа, пьем из чаши его любви, и поэтому естественно никогда, поскольку мы пребываем в церкви, выпасть из атмосферы любви мы не можем, надо просто открыть себя для нее и постепенно борясь со страстьми возрастать все глубже и глубже, пропитываясь, напитываясь, вбирая в себя эту любовь, которая нас окружает постольку, поскольку мы в церкви. И это тоже важный момент для того, чтобы встать от падения, в котором находится человек. то есть если человек пал или вспомнил о том, что он некогда падал в грех и пытается исправить свою душу, то начинать нужно не с большого количества поклонов, не с усиленного поста и не с большого количества молитв, а с дел любви, с того, чтобы кому-то послужить, кому-то сделать добро, кому-то что-то отдать, время, силы, кусочек настроения своего, то есть научиться делиться с ближним тем, что у меня есть. И вот в совокупности с терпением озлоблений, оскорблений, уничижающих наше самолюбие, если человек это поймет, то он удобно скоро или не скоро, это, конечно, все очень индивидуально, но он твердо и планомерно исцелится от своего падения, то есть приобретет такое состояние души, что где бы, как бы она не пребывала, что бы не входило в ее сознание или перед ее глаза и перед уши, душа не будет воспламеняться тотчас же, а человек, если он, конечно, будет умом стоять на страже своего сердца, он не позволит прилогу вражьему проникнуть достаточно глубоко, чтобы снова пытаться разборядить затянувшиеся язвы души, то есть по крайней мере вот это мгновенное воспламенение не происходит, душа обрела свободу, человек стал здравым. Конечно, каждый человек знает о том, что аскетика есть борьба со страстями, такое, ну, обыденное представление у всех об аскетике и то ли по этой причине, то ли по какой-то другой, но всегда так происходит, чаще всего так происходит, что человек, борясь со страстями, забывает, что необходимо все делать, даже бороться со страстями, никогда не забывая о любви. То есть, если мы пытаемся, скажем, обуздать свое чрево, то мы ни в коем случае не должны это делать так, чтобы раздражаться на людей, чтобы злословить, осуждать, прикословить, гневаться, унывать или еще что-либо иное делать. Чтобы мы не предприняли, все нужно делать с сознанием того, что главное сохранить милостивое, милосердное отношение ко всем людям, которые нас окружают. И всякий раз нужно контролировать и ловить себя на мысли, на ощущениях, что если мы раздражаемся от того, что вот рядом нас, рядом с нами человек не постится, а мы вынуждены поститься, или что он не знает, то, что мы боремся со своей страстью, соблазняет и предлагает нам то, что нам не нужно, или на наших глазах кушает то, что нам вредно, но если мы раздражаемся на него, то ни нам это не принесет пользы, ни Богу не нужна такая борьба со страстями, это ничего не даст человеку. Вот об этом пишет отчасти в 79-м слове Антони Умный человек бывает борим страстями душевными через чувства, которые есть у разумных тварей. Телесных чувств пять зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Через эти пять чувств подпадая четырем своим собственным страстям, бедная душа берется в плен. Эти четыре страсти душевные суть, тщеславие, жажда у тех, гнев и страх. Но когда человек с мудростью и рассуждением хорошо повоевавший одолеет и победит страсти, тогда уже не бывает борим, но мирствует душой и увенчивается от Бога как победитель. Вот эта мудрость и рассуждение, с которым человек должен приступать к тому, что бороться со страстями со своими, должны касаться и того, что любой человек должен понимать. Мой гнев и мое раздражение, мое неприязнь и отношение к ближнему есть то первейшее дело, которое мешает мне бороться со страстями. И поэтому приступить к борьбе со страстями, ограничить, очистить свои чувства мы можем только тогда, когда сохраняем мирное отношение ко всем окружающим нас люди. И нас мое 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 мое